всем здравствуйте старик гиперборейский снова с вами также вместе с нами инга и иерн и somerset видимо будем с ним прощаться я приветствую всех зрителей подписчиков наших каналов но прощаться не прощаться как-то каждое задание в нем затягивается и в принципе хотелось бы в этой серии действительно уже и закончить окно что он пойдем того мужика это самое перетрем чего он хочет у командира вы этого если он будет зануда а это не мужик и мужик это девка риф командир ну давай хочешь извини меня но это ведь 4 но прибывшие что спас кристальную башню не так ли ну я сделал да все что необходимо и я был горю тебя за это дно самерсету еще грозит опасность угроза стороны морских словодов еще не миновала используешь свои умения защита нашего острова еще раз и сейчас меня требуется я послала группу искателей приключений и отряд морской пехоты собрать сведения об угрозе со стороны морских словодов они сообщили что обнаружили что-то важное больше я не получал от них вестей кайнер грог и мире я вроде бы могут поставить за себя но это молчание меня тревожит ну чё я найду искатели приключений узнаю что им удалось выяснить да так слушай может быть не будем мы расспрашивать со словодах мы о них все знаем и следопытов так но надо не надо хотя бы просто прощелкать ты знаешь что нити морских словодах да 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 знаю а почему бы не послать против них армию слишком мало информации до свидания ясно так ну ладно идемте это куда-то не донорались перемещалки это куда-то к перемещалки вице-королева не может провести встречу с просителями опять ну да она она пальчики облизывает чьи чьи-нибудь да облизывает чучело унылый козы а нет нет там же бюст дебилла это все было в предыдущей серии то сейчас не понимает о чем речь все на предыдущую серию что-то в гипербористский как та самая коза унылый и бойцов мне не нужно что-то заскучал я где-то где-то дорожное святилище кристальной башни и вот там поговорить с кайнаром поехали поехали у нас еще есть глава эль свеер которая не окучена и вот я вам предлагаю в этой серии ладно мы еще тут побродим по самерсету это торгуется через торгуется хорошо я ему сейчас кое-что продам тут грязную шкуру панцирь шкуру дыню коктейль жир к т т т т т т т лоскутки так лоскутки и лотош мотос висок и малый глиф удешевление способности тебе не нужен не нужны тебе глиф я глифта продам всех чертами не линия здоровья напиток рыботяга кувалду я эту продаю но продавай подавай я буду разбираться конечно ее стать я даже не посмотрела что она там у нас морозное оружие 1029 морозного удара а нет топор а дубинка культурного обмена это урона обливина в размере части максимального запаса здоровья противника я ее продаю короче меня надо чем вы там вроде как на домик до собирается я слышала край муха да я собираю 16 400 уже а сколько нужно миллион еще не встречал домика а я думала вы к салисийскому присматриваетесь а я не помню сколько он стоит я тоже не помню помню что много так вот какие то здесь уже карман бастон вот что мы нашли знакомы какое-то название так тут вы насчет топчется какой-то каджет рензин так нет но среди нам и говорить не будем вы уже тут я продавал торговки барахло сейчас приду давайте странно что здесь ничего нету карман вас там да да рензир найдемте публичная подземельная подземелье как странно звучит бою картинка у тебя к вам теперь у меня картинка была похожа на кое-чего с корабликом да с корабликом вот это подземелье то целитюда туда наверх дешевле шлем шли ему там достань вот этому дружбан там там где этот жулик то арганьянин а этот как он нож нож этот потерянный нож уколотый нож или что-то такое слушая тут это на ночные братья которые сейчас будут хулиганить ну 20 золота огненный посох мы не берем берете нет так самерседский острова путеводить для гостей самерседский острова путеводитель для гостей одобрена божественным надзором так прочитали давай а то они чувствуют опять образуются так передать так прямо сказать вы должны догадаться фикс подожди мы правильно идем то ну наверно да ни хрена не по так надо прям правее забирать да равно как-то здесь и не связывайся прям правее забираю я все забираю и правее левее так ну мимо этих уже хрен пройдешь это надо валить не вызвал бы ты своего этого ой ночные бегуны смысле джин блин ухо здесь их сколько я не могу вызывать потому что он через какое-то время только появляется сейчас может быть сейчас уже от отошел сейчас подожди но попробовал еще не все что ли таков сколько вас тут 41 золото кинжалом ты вашу добила но у меняется магический кинжала этих всего двое мародер поделим не дали за что-то просто что-то стащил или не знаю просто вот убил и все так ну чё здесь вызывать придется он у тебя готов шоу-то светит там что-то да и сюда прям они могут лишь вот они убегают Оттекай сюда, к моему другу. Они от него убегают спецом. И он получился бесполезным. Надо подождать, пока он сейчас это объявится у меня опять. Долго, зараза. Нет, долго. Долго, мы пошли. Они там как раз собрались с кучей. Не, надо качать свой темный клинок. Ну, давай же. Подкрадись, подкрадись ножом, что ли, их убей. Ну, у меня ножа-то нету. Это все эти самые магические вещи. А, ты опять стакане там просто опять появились. Да ладно. Я не знаю. ухты какие тут месяца как ну а что ж теперь делать но этих то хотя бы двое и двое четверо да а ты сейчас свалился какие-то глаза очень ничего делать ждать тебя надо здесь ну давай еще спущусь чё там ждать что блин черт возьми меня чуть не прибили еще что да нет тут какой-то просто это самое и есть есть еще один я вижу раб бегал бегут блин вот трое житель твой мать так да лук конечно намного сильнее чем все эти магическая фигня а он душ какие-то на хлебники прибежали они тут и хуже и на фигачили капитан котик ой 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 все его нашел а это не тот это не тот это не наше задание как но у него черный таро поговорить с кайнаром ну не надо нам конкордии а не с кайнаром это это другое какое-то еще задание у меня но подговорить с конкордии мириться и у нас безжалостная конкуренция или нет какая конкуренция глубинный совет какой-то у меня стоит барийский так глубинный совет да послал группу искателей у меня почему-то слетела давайте кайнар до вас что до сих пор не дошло у меня с лифой хватит маги чтобы справиться с таким как секундочку ты не кнорбодист что привело тебя это чудесное убежище чудная риф командир тоннерлин просила меня найти тебя чё ж похоже тебе это удалось раз уж ты здесь мне бы не помешала твоя помощь мой товарищ гроб попал в плен мне нужно чтобы ты освободил его и пока я поищу свете мне о морском слоуде по имени к гарза кто захватил грога в плен и где мне его искать грог отправился выяснить что за нежить появилась возле залива решил что это работа слоуда но а к тормозисах он не подумал и они его схватили теперь он цепях готовится стать подношением к гарзе морскому слоуду некроманту хорошо и спасу твоего грога так что пролистываем вот это вот я еще и ценю твои усилия с несколькими мерзациями я разобрался но с целой армией контрабандистов мне не сладить кроме того кто-то из нас должен собрать сведения о гарзе и словодах как ты собираешь сведения мне нужно незаметно как можно незаметно и продуктивнее у меня нет ни малейшего желания снова ввязаться с тычку с контрабандистом встретимся относительно безопасности когда все закончим грог закован в цепи подношение для морского слова что ты имеешь ввиду судя по тому что я видел карбандисты заключили с морским словодом какую-то сделку а почему грог считает что нашествие нежити виноваты морские словоды интуиция полагаю хотя он орд пьяница чутье у него превосходное все до свидания хороший ответ когда не знаешь говоришь интуиция интуиция так интуиция нам говорит что мы опять час тут будем воевать или ты хочешь пробежать я убежал просто и все ну так они все за тобой бегут побежал ты здесь осколок так вы бьетесь или не бьетесь я чё я делаю это вызвал дружбана своего так ну что давай быстро скидывать в конце концов вот 38 золото это вообще искал еще два жулика давай может их обойдем как-то вот здесь был осколок у меня у тебя тоже есть очевидно так 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 приборейский это покурите дальше пойдем ну да теперь эти саламандры тут еще этим придется воевать а тут еще у нас какой-то этот игрок он вообще с одного удара укладывает уровень повысили мне надо повышать пока не то самое а не началось 4000 золотых открыто подземелья гавань черного сердца либо 4000 взять ящик кубного отронаха таинственный набор предметов кубных отронахов 4000 золотых обычные монеты там реле торговцы открыто подземелья при падении в залив 2 да просто подземелья открывается и все лучше 4000 золотых возьму ну конечно если там такие награды то почему бы нет или мне просто все это дают разорался разорался 4000 золота и ящик огненного отронаха а подземелье видимо оно само собой открыто откуда куда вы побежали без меня но тут народ просто бьется поэтому я так думаю что можно воспользоваться халявкой то почему они туда-то побежали нам туда другое место бежать ну может они по-другому квеста идут пошли туда куда нам надо вон опять эти блюдо шнэ а что это такое у нас а это у него светится тут народ с такими умениями конечно бегает че фантастика так вот и тут есть кто-нибудь грунт из этих мошенник контрабандистов рискнул предположить что нет потому что мне по зарезному чтобы ты снял с меня эти цепи какая-то здоровая слизи меня не заметил и как ты предлагаешь нести от цепи как я какого клыка я по твоему что кузнец ладно извини дай-ка подумать а в общем контрабандист ключом пошел поболтать со слоудом и видимо чем-то его обидел я слышал вопль тело лежит неподалеку отсюда а может ты сумеешь ломать замок так расскажи о словоде и конечно расскажу тебе все что знаю просто как ты снимешь меня эти цепи слушай я устал хочу пить и тролли вали достань ключ так ключ 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 где этот ключ то черт его либо можно попробовать открыть его цепи получилось почти получилось у меня тоже почти на время вышло у меня мой открылся открылся отлично так спасибо что осудил меня от цепей они уже начали запястья ну каков план как будем выбираться из этой обливи он скай ямы думаю сначала те следует рассказать мне о морском словоде послушайте уже благодарен эти же благодарен все такое меня восхищает твое упорство но здесь опасно как только мы беремся отсюда расскажу тебе все от роли вали так убеждение самерсет в опасности время дорого расскажи быстро ладно ладно но потом надо будет сразу же отсюда валить морского условия зовут га 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 судя по нежте на которую я напоролся он что-то вроде нерка некроманта и это еще не все я слышал как он с кем-то говорил по моему с высоким эльфом интересный был разговор о чем они говорили с высоким эльфом быстро выкладывай вроде как бы ком-то совете о том что несколько морских словно действует заодно они способны они еще обсуждали еще одного здоровенного слизня который орудует на юге говорили что нашли способ утопить остров валим отсюда я тебя прошу давай то что какое-то большое задание прямо прямо утопить остров вон смотри там лопит лопит большого этого пойдем его может прибьем смотри там он какой-то что за ключом приходили наверное одну очку на уху дали ну а это гарзы и есть камень групповое событие как ну ясно это просто еще какое-то событие но отлично еще немножечко хватанули чего-то так как бы сейчас опять не отхватить пошли пошли ловить более того вон там а опять возникла какая-то спутница шаре роз пойдем так как куда нам эти а вот такой на руку этому возвращаться надо оброс лежит он он бежит впереди нас и фигачит их молодец лично остается только золотишко собирать а так это не друг бежит это вот эти самые бегут игроки и и и и и и Так, кто там еще? Так, а, вон еще. Ты-ты-ты-ты-ты. Так, спасибо, что спас Грога. Пусть он ленив, вечно пьян и мухлюет в карты, но он один из моих верных товарищей. Смог ли он что-то узнать об угрозе морских слоудов? Да, Грог собрал сведения о морском слоуде по имени Гарза, мы его прикончили. Любопытно, это соответствует тому, что удалось найти мне. Что-нибудь еще? Мой пьяный товарищ обычно узнает самые волнующие тайны. Гарза — некромант, другой морской слоуд, который сейчас на юге пытается найти способ утопить Сомерсет. Вот так вот. Утопить остров — какая магия, прекрасно и ужасно одновременно. Мирая, морские пехотинцы, высоких эльф отправились на юг. По слухам, там имело место какое-то необычное породное явление. Интересно, это как-то связано? Ты должен ей помочь. А ты? Время дорого. Пока ты помогаешь Мирая, я вернусь в Алинор и передам Рива командирую все, что мы тут узнали. Разделившись, мы станем более уязвимыми, но другого пути у нас нет. Удачи, короче говоря. Ну, понятно. Я пойду трясти языком и пить Грог, а ты иди убей всех. Там мне прислала какая-то Анасия, Анасия, приглашение в группу? Ну, нет. Это у нас своя группа. Или как? Не-не-не-не-не. Не надо нам никаких групп. Блин, нафиг. Так, ну хорошо. Уходим. Не связываемся. Не связываемся. Не связываемся. Бежим, петляем. О, блин, я же здесь был. То есть нам не сюда, да? Поздравляю, она придется биться. Что-то где-то я застряла. Черт, опять кто-то у нас спалит. Это, блин, я не могу понять, как нам лучше-то отсюда сваливать-то. Но. И залезть нифига наверх как надо залезть. Ну, мы как сюда спускались, так, наверное, по идее, должны уходить. Так, что мы свалились там как-то. Я свалился. А-а-а, ну да, ну да, ну да. Да ну стреляй же ты. О, не, блин, сейчас меня тут зажрут. Как-то здесь, наверное, нет? Вот я нашел как-то наверх дорогу. Да не в крабаже. Все, я нашел выход. То есть не через этот водопад, нет? Нет, нет, нет. Вот там надо выходить. Так, хорошо. Они опять тут все, вот с которыми мы тут. То есть как-то по кругу-то там, да, прошел, я так поняла. Так, что ли. Так, где я есть? Ну ты иди ко мне-то поближе, ты прям рядом со мной стоишь. Да, я просто тут застряла немножко в битве. Подожди, в какую сторону. А, в эту. Беги-беги-беги, вот на сюда, вот за мной, видишь я, где? Да, я сейчас с собой приведу целую толпу, поэтому... Ты видишь, давай. Ну, они бегут усиленно. Усиленно. Иди в задницу. Будешь биться с ними? Нам надо не сюда, просто ехать. Так, ну опыта мы, конечно, понабрали. Странно, что у меня уровень не прокачивается. Да, вот сюда нам надо, вот. Вот этот мост. А, тут народ тоже лупится. Лупится, народ. Фух. Ну, да. Да, вот так вот было две унылых серии, одна, это теперь войнушка. Надо было с мужиком еще рензиром поговорить, мы бы там тогда еще что-нибудь сделали в этой пещере. Ну, ладно. Ему наверняка надо найти, как обычно, они тут, как явить артефакты там, которые там запрятаны там, 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 и ты его это ищешь. Так, а теперь нам надо, наверное, на дорожное светилище и как-то метануться обратно туда в город и сказать, что все сделано. Смотри, тут торговец есть, есть, да, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, дружок. Так, кто-то там, по-моему. Надо же чиниться же, понимаешь, чиниться же надо. Ну да, слушай, починка. 382. Я это пока подожду чиниться. А мне и нечего продавать. Мне и нечего продавать. Так, собственно говоря, что чиниться? У меня есть, где-то был ремонтный набор. Он, по-моему, был у меня в доме. Вот там я и починюсь. Так, а вот лук пророка у меня еще есть заряд. Посмотри, да сколько домик стоит. Ну, можно и посмотреть. Так, нам, 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 нам. Аленор, Аленор. Нам, нам, нам. Дорожное святилище Аленора. Так, самое ближнее. Или можно не знаешь куда. Давай лучше в этот. Дорожное святилище крепости Кейтарн. Тогда мы по дороге просто пройдем. А если мы в Аленор, ты уже туда спрыгнула? Ну давай я в Кейтар. Потому что там по городу блукать, а тут напрямую по дороге прибежал и все. Да. Так, и где тут у нас дорога? Вот она. Побежали, побежали, побежали. Паркатился на нашем прозрачном канале. Где ты его? Ну, я его призвала. А он тоже входил как-то в какой-то вот этот состав. Потому что не знаю, чего. Ну, когда там... Нет, видишь, тут же машин-то нет. У нас, когда мелкая эльфийка ездит на каком-нибудь BMW, народ всегда говорит, где она его взяла. Так, я вас попрошу. Борисский задал вопрос, где вы взяли этого коня. Его дали в приложении к покупке этого самого, да, с Мерсета. Или от чего-то там. Фу, мерзкий, Гитарборейский. Так, я вообще туда иду. Найдено глубинный гейзер Веленкино. Гейзер, что мы тут делаем? Я бегу, и оно открывается. Что мы тут делаем? Тут я просто за вами побежала. Надо было не за вами бежать, надо было самому. Что здесь теперь падать, что ли? А, так это еще одна, это Мерия. Вот она. Ну, где вы там? Надо было бежать за нами. Так, Мерия, говорить. Но это не еще, а это вот эта самая разведчица. Да, да, да. Кем бы ты ни был, если ты не иллюзия, тебе нужно передать сообщение. Веленор, скажи, риф командирует Нерлин. Да, она и прислала нас. Так, меня прислал, да. Она не менее реальна, чем ты. Морские пехотинцы. Да, нас еще слухи о какой-то новой магии. Мы пошли сюда, обнаружили гейзеры. Гейзеры? Не понимаю. Магия морских словодов. Они как-то связаны с глубинными жемчужинами. Гейзеры извергают ужасных морских чудовищ и нежить. Беккорген теперь еще здесь. Морской словод пытается сделать их еще сильнее. Все подробности есть в нашем докладе. В докладе? Альтмирский морской пехотинец Эдирим. Он маг, хоть и далеко не такой могущественный, как Кайнар. Он вел заметки о гейзерах, большую часть которых я не понимала. Когда напали ягры, мы разделились. Морские пехотинцы пошли вниз по побережью. Так, что я могу сделать для твоих ран? Я не умру, мне уже наносили такие раны в прошлом. Я соберусь с силами и отправлюсь в Эдирим. До свидания. А мне что надо делать? Что-нибудь, понимая. Найти морских пехотинцев. Морских пехотинцев. Вот они прямо здесь все лежат. Так, доклад Эдирима. Явное свидетельство вторжения морских словодов на Саммерсет. Мы преследуем одного из гнусных созданий вдоль берега и к западу от Алинора в окрестностях бухты Веленкино. Мы наткнулись на феномен, похоже, не совсем природного происхождения. Гейзер зафонтанировал, но вместо воды изверг ужасных морских существ. Ягр. Которых видели рядом с Эмерином и в других частях острова. Хуже того, среди этой орды также были и чудовища-нежити. Нам нужно подтверждение моих догадок, но я пришел к выводу, что ягры и нежить были насланы какой-то магией морских словодов. Так, это была одна страничка доклада. Ну, давай, короче, это самое надо как-то бегать. Или что у нас там со временем-то? Со временем еще есть времени. Как раз для того, чтобы найти все доклады. Бухты Веленкино и Веленкино. Так, о, вот тут где-то лежит это здесь. Здесь вторая. В центре странного гейзера мы обнаружили один из морских самоцветов, который цепиархи назвали глубинными жемчужинами. Самоцвет источал скверную магию, которая не только питала гейзер, но и, судя по всему, служила собранной приманкой. Своеобразной. Приманкой для ягров. После уничтожения жемчужины весь этот кошмар, наверное, прекратился. Мы преследовали морского словода до его укрытия в бухте Веленкино. Существо назвало себя Баякоргеном, когда обращалось к своим слугам-яграм при помощи смеси гортанного наречия и терепатии. Когда мы подбирались достаточно близко, магия разума просачивалась в наши головы. Ощущение было странным, будто мы прикоснулись к чему-то нечистому. Оказалось, Баякорген ухаживает за кладкой растущих глубинных жемчужин. Существо рисовало странные знаки в воде вокруг самоцветов и даже на их блестящей поверхности и добавляло в воду алхимические смеси, заставляя море таинственно светиться. Я уверен, что это и есть источник магии всех жемчужин. Текст, 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 текст. Что вот тут? Вот тут что-то такое. Видишь сейчас, какая-то хрень. Так, ладно. А где-то еще вон туда? А, тут придется... Сейчас нам тут придется воевать. Немножко постучать придется. А может и не придется. Я нашел часть третья. Ты прошла мимо них или воюешь? Нет, я воюю. Ой-ой-ой-ой. Как он это... Да господи! Теперь крабы пришли, но не ожирать. Что происходит? Ты что-то сделал? Что я сделал? Ничего, я стою около этих героев. Так, читай, читай, читай. Пока ты прочитаешь, я отвоюсь. Смотри. Ты читаешь уже. Часть третья. Высокий эльф, закутанный в капюшонный плащ, тайно посетил морского Слова в бухте Веленкина. Пока мы вели свои наблюдения, эльф говорил тихо, но морской бриз донес до нас некоторые слова. Похоже, Бекорген один из немногих морских слоудов, в данный момент действующих на задворках Сомерсета. Они знывают себя глубинным советом, и, похоже, связались с группой высоких эльфов, винующих себя двором хаоса. Риф-командир захочет больше узнать об этой подрывной группе. Судя по тому, что я смог понять из беседы, гейзер лишь часть обширного плана, посеять хаос на Сомерсете и затем затопить остров, чтобы слоуды могли завладеть им. Так что-то мы уже с этим двором хаоса тут воевали, по-моему. Ну да, вон, видишь, вон этот слоуд с этими жемчужими. Ну, это как-то вот такое, как сказать, дополнение или... Так, сколько мы нашли? Три. Что-то надо найти. Где-то они там наверху, по-моему. Не-не, вот они прямо здесь где-то. Вот-вот. Охраняют твари здесь. Тут надо воевать, короче говоря. Нет, а они вроде не обязательно с ними воевать. Я рискнул подкрасться ближе, пытаясь получше рассмотреть сигилы, жемчужины и закутанную в плащ фигуру. Бек Роген определенно использует магию и алхимию, чтобы изменить природу глубинных жемчужин. Жаль, что у меня нет больше времени на изучение методов этого существа. Я услышал, как морской слоуд попросил фигуру в капюшоне не беспокоиться, которая исполнила свою роль в этой миссии. И хоть его смерть прискобна, это не меняет общего плана. Фигура в капюшоне ускользнула, и Мирия с капитаном решили ее не преследовать. Лучше вернуться в Элинор с тем, что мы узнали, и позволить Риву-командиру обдумать наш следующий шаг. Так, вот. И последнее. А вот здесь уже эти змеюки и этот. Вот с ним это точно надо воевать. Сейчас меня прибили. Почти. Блин, как у меня здоровица-то. Здоровица, как молоко коровица. Так, читаем. Из полученных нами сведений следует, что на Сумерсет не вторгались превосходящие числом силы слоудов. Вместо этого группа заговорщиков морских слоудов, сперва четверых, а ныне всего троих, из-за смерти слоуда по имени Кторра, проникла на остров, чтобы пробудить разрушительные глубинные гейзеры, а орды ягр и орды ягр нежити. И, похоже, они работают совместно с группой высоких эльф, называющих себя двором хаоса. Пехотинец Сруве поскользнулась на мокром камне и выдал наше присутствие морскому слоуду. Он приказал своим слугам и яграм избавиться от нас. Настало время бежать. Нам нужно доставить этот доклад и рассказать все, что мы узнали риф командиру. А где ты слоуда-то видишь? Слоуд, вон слоуд. Ну как, был он там? Ты разве не видел там в этом? Нет. Поговорить с рифом. Ну вот, если сейчас мы пойдем обратно, я вам покажу. Покажи. Он тут в бухточке, он тут колдовал. В бухточке он колдовал. Ну, ну. Вот, вот здесь вот. Вон он. Так, может, пришьем гада? Подожди, давай сначала отошьем вот этих вот дальних. О, и мне уровень дали, и мне уровень дали. Так, ну-ка, надо его получить, во-первых. И добавить себе... Карта сокровищ, карта сокровищ. А у меня места нету, чтобы все это получить. А, выбери что-то одно. Ауридона. Давай Ауридона. Так, здоровьица. Так, это потом. Ну вот. Так что говоришь, прибивать слоу да? Я говорю, да. Ну, давайте. Ладно, прибавили и прибавили. Так, подожди, а я не прибавил, подожди. А что ты там прибавил? Хотя у нас сейчас нету задания на этого слоу да. Наверняка у нас потом надо будет прийти его прибить. Можем, конечно, попробовать сейчас. Это Б Корген. Это тот самый Корген, в котором шел разговор. Ну давай, что, сейчас у нас сколько времени? Сейчас, подожди. У нас как раз минут 10 осталось. Разве? Мне кажется, что-то вы там неправильно подсчитали. Почти, почти 10. Ну что, все правильно. Ну давайте тогда будем бить Г Коргена. Готовы? А он не бьется газ. Надо его сначала, чтобы он разозлился. Сейчас разозлился. Либо сначала надо прибить его глубинной жемчужины. Черт. Никто, Али. Ой-ой-ой-ой. Похищением, растерзанием, кровопусканием и всякой хризией. И меня в дорожном святилище. Ладно. Так что я думаю, что это рановато. Все-таки это должно быть по заданию, скорее всего. Так что. Он как-то сзади, они прибежали, вот эти вот. Ну да, они прибежали сзади. И он такое, как сказать, непробиваемо просто-напросто был. Возможно, что надо уничтожить сначала жемчужину и так далее, а потом уже с ним. Вот. Так что мы можем просто пойти доложиться. Более того, это где-то у нас прямо тут. Да? Да. По-моему, где-то внизу, нет? Подожди, подожди. Сейчас. Ниже, да, пишут ниже. А, ну вот. Она тут торчит. А, и вот это торг уже, тут это Кайнар, тут уже. Давайте, Эриф, командир. Ты вернулась, Кайнар тоже здесь. Он сказал, что ты отправилась искать Мирио и морских пехотинцев. Скажи, угроза со стороны Слоудов действительно так ужасна, как говорил Кот Королевы? Кот Королевы? Угроза со стороны Слоудов реальна. Морские пехотинцы, к сожалению, не выжили. Но вот их донесение. Да, хоронит нас восемь богов. Совет морских Слоудов. Предатели среди высоких эльфов. Магические гейзеры, способные потопить остров. Я прошу тебя разобраться с одной угрозой, а ты приносишь мне сразу несколько. Однако это подтверждает слухи. И теперь, когда мы знаем, в чем дело, мы можем действовать соответственно. Так, ну и как ты отреагируешь на угрозу со стороны морских Слоудов? При других обстоятельствах я бы отправила всех своих солдат разбираться с этими гейзерами. Однако непрерывная война истощила наши силы. Может быть, пора почаще обращаться за помощью к таким, как ты и искателям приключений Кайнара. Пока, прими это в знак благодарности. Ну и все, и завершить задание. Работа, которую ты проделала, чтобы доставить нам сведения о морских Слоудах, просто великолепна. Но это только начало. Теперь нам нужно принять меры в соответствии с этими сведениями, пока глубинный совет не нанес острову непоправимый ущерб. И какие меры мы примем? Примем. А морские Слоуды используют глубинные гейзеры, которые могут потопить весь остров. Они полагают, что мы будем так заняты существами, которые выбираются из гейзеров, что не заметим настоящую опасность, пока не станет слишком поздно. И придется их разочаровать, да? Так, что ты предлагаешь? Уничтожь гейзеры. Найди их и уничтожь как можно скорее. Тебе придется пробиваться сквозь ряды существ, порожденных гейзерами. Так что возьми с собой союзников, если сможешь. Я обязательно уничтожаю жемчужины. Они источник магии. Хорошо. Так, что известно о гейзерах? Так, солдат это... Начато затопление Сомерсета. Нельзя оставлять ни на другую глубинного гейзера. Это может обернуться катастрофой. Найди союзников. Так, расскажи мне о гейзерах. Почему бы не выслать против армии? Я вынужден полагаться на тех бойцов, которые у меня есть. До свидания. Все. Затопление Сомерсета. Так, затопление. Ну все, давай-то она сегодня заканчивается. Давайте тогда уже прощаться. Куда вы поперлись? Ну наверх тут оно как-то, солнышко светит. Да вот и солнышко светит тут на мосточке. Вот здесь вот. Солнышко светит, башенки сияют. Да. Ну что ж, спасибо всем тем, кто посмотрел. На сегодня это все. До свидания и... И пока-пока-пока вам.